МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Обеспечить себе достойную старость, чтобы получать пенсию в размере 80% от утраченной зарплаты, нужно отработать более 35 лет. Цех-пенсионер предприятия «Газпромнефть Муравленко» наращивает обороты. С начала года прирост нефти составил около 30 тысяч тонн. Все работы хороши, выбирая на вкус. Центр занятости населения провел декаду по трудоустройству женщин. Реестр недобросовестных застройщиков будет вести Минрегион. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе сказано сведения о недобросовестных застройщиках. Ведомство будет поставлять в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Вестись, реестр будет на портале Минрегиона России. Таким образом, каждый сможет ознакомиться с этим списком. Сейчас идет работа и над созданием общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, которое будет страховать тех, кто становится участником долевого строительства. Это позволит решить проблему обманутых дольщиков. Если человек вложил деньги в дом, который возводит компания участник общества, то в случае, если строительство не будет завершено или возникнут какие-то проблемы с распределением квартир, человек получит компенсацию. Сейчас в стране насчитывается более 85 тысяч человек, которые пострадали от действий застройщиков. Сегодня статус-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в интервью РИА Новости заявил. Новая пенсионная формула предполагает, что россияне смогут заработать пенсию, составляющую 80% от утраченного заработка, если будут работать более 35 лет и участвовать не только в системе обязательного пенсионного страхования. Напомню, в конце сентября стало известно, что пенсионные накопления россиян за 2014 год будут направлены в распределительную систему. Таким образом, накопительная составляющая обязательной пенсионной системы будет приостановлена на один год. Минтруд предложил продлить право выбора в пользу накопительной части пенсии еще на два года. Кроме того, Андрей Пудов сообщил, что Министерство труда и социальной защиты России предлагает включить в образовательную программу в школах и вузах занятия по финансовой грамотности, чтобы каждый гражданин смог легко разбираться в вопросах пенсионного страхования. Между тем, только три четверти россиян до пенсионного возраста информированы о программе государственного софинансирования пенсии, но вспомнили, что подали заявление на участие в ней всего 6%. Такие данные приводит Фонд общественного мнения. Регулярные взносы платят еще меньше и чаще это клиенты НПФ. Среди неучастников эта программа большинству неинтересна, и только 11% заявили, что хотели бы в нее вступить. Однако и этот интерес может оказаться только декларативным. Программа существует уже 5 лет, и все желающие уже давно могли бы стать ее участниками. Делает выводы ФОМ Медиа. Продолжает наращивать темпы добычи цех пенсионер «Газпромнефть Муравленко», с которого началась история предприятия. С начала года прирост в извлечении нефти в первом цеху добычи составил около 30 тысяч тонн. Евгений Дегтяренко продолжит тему. В октябре Ленар Хамедуллин отметит свой первый год работы в первом цеху добычи нефти и газа. Молодой начальник пришел сюда, чтобы, как он сам признался, оживить стареющее месторождение. Как профессионал Ленар зарекомендовал себя на крайнем месторождении, где он два года работал в должности заместителя начальника цеха. Самая главная задача была не упасть в добычи, не упасть в темпы добычи и внести какое-то новое дыхание цеху, что ли, можно сказать, своим новым видом, своим, может быть, каким-то креативным решением задачи. В день здесь сегодня добывают около 2640 тонн нефти. Производство, говорит руководитель, идет с опережением графика. С начала года, благодаря проведению геолого-технических мероприятий, прирост в абсолютной добыче составил 30 тысяч тонн. Это примерно 10 железнодорожных составов с нефтеналивными цистернами. Фонд сложный, фонд старый, поэтому что-то изыскиваем из того, что было, из того, что в свое время было невозможно производить, сейчас стараемся делать уже новыми способами. За 9 месяцев выполнено 3 зарезки боковых стволов, 6 гидроразрывов пласта, плюс к этому еще 30 различных геолого-технических мероприятий на скважинах. И не только за счет передовых технических решений удается поддерживать темпы извлечения углеводородов. В цеху, отмечает Ленар, работает высококлассный коллектив. Численность его 150 человек. Здесь вместе со старожилами трудятся молодые специалисты, которые только начинают свой трудовой путь в нефтяной отрасли. Изначально я работал в пятом цеху, потом меня перебросили на замещение в восьмой цех в НГЭХ, оттуда уже на официальную должность в первом цехе. Как и многие, начинал Расим Ильфханов с оператора добычи. Сейчас инженер-технолог первой категории. Работать в цеху, признается, непросто, но интересно. И цех действительно первый по числу скважин. Их здесь 1770, из них 550 в эксплуатации. Остальные на консервации. Еще цех, один из самых спортивных, в итоговой турнирной таблице «Спартакиады Газпромнефть-Муравленко» первый занял первую строчку, победив во многих видах состязаний. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Муравленковский следственный отдел возбудил уголовное дело по факту изнасилования жительницы нашего города. Все произошло в квартире после распития спиртного. В настоящее время обвиняемый находится под стражей по этому уголовному делу. Ему грозит наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину обвиняемый признал частично. Некоторые события отличаются, то есть показания обвиняемого от показания потерпевшего. Получите, распишитесь. Полиция будет платить гражданам за участие в обнаружении или задержании преступников. Теперь отличившиеся граждане могут рассчитывать не только на почетную грамоту или медаль, но и на денежное вознаграждение за содействие МВД. Уже опубликован проект приказа министра внутренних дел Владимира Колокольцева, где перечислены случаи, в которых человек может рассчитывать на денежную премию от этого ведомства. Так, например, заработать можно, предоставив сыщикам достоверную информацию, которая помогла обнаружить место, где скрываются преступники, или же вообще привела бы к раскрытию самого преступления. Кроме того, будет оплачена непосредственная, то есть физическая помощь в задержании опасного бандита. Причем именно бандита, а не какого-нибудь мелкого жулика. В проекте приказа подчеркнуто, что речь идет только о тяжких и особо тяжких преступлениях и людях, их совершивших. А вот те, кто напротив задолжал государству, могут быть лишены водительских прав, пишет российская газета. Законодатели намерены в ходе осенней сессии вернуться к идее ареста водительского удостоверения должника. Это коснется тех, кто проштрафился и не уплатил деньги в казну, или же имеет задолженность по коммунальным платежам. Подобная мера может частично заменить запрет выезда за границу, меру воздействия, к которой часто прибегают судебные приставы. В Центре занятости населения Муравленко подвели итоги декады занятости женщин. В течение 10 дней работала горячая линия для женщин, которые хотят трудоустроиться. Специалисты провели мини-ярмарку учебных и рабочих мест. Круглый стол с представителями предприятий. Это одно из направлений работы специалистов Центра занятости. Вообще же за 9 месяцев в службу за помощью обратились 360 женщин. 144 из них нашли новую работу. По итогам мини-ярмарки, которая проходила в рамках декады, сформирована группа из 6 человек. Они уже приступили к обучению. Мы проводили профориентационное мероприятие для женщин. То есть это мероприятие, на котором наши специалисты рассказывают, информируют наших женщин, состоящих на учете, о том, какие варианты работы они могут подыскивать. Мы проводим профориентационное мероприятие для того, чтобы рассказать, что женщины не только могут искать работу по своей специальности, но также и пройти переподготовку. Сегодня в Ноябрьске состоялось открытие 16 окружного первенства по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Муравленко представляет сборная команда из многопрофильного лицея. В составе 10 человек. В основном это учащиеся кадетских классов, а также старшеклассники, прошедшие строгий отбор. Еще весной они получили для подготовки теоретические материалы, а в начале сентября начался этап практических занятий, по итогам которого для участия в первенстве и были отобраны лучшие бойцы. Семеро парней и три девушки. Завершатся соревнования 4 октября. Готовились традиционно к тем видам, которые ежегодно проводятся. Это стрельба. Это в прошлом году введено было плавание, в этом году оно есть. Это воензированный кросс с метанием гранаты учебной и стрельбой прямо во время бега. Это силовое многоборье, это строевая подготовка, это теоретические конкурсы, конкурс спальных помещений. В общем, программа очень обширная. И ребята плодотворно готовились в течение всего сентября. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 3 октября в Салихарде плюс 1. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. В ноябрьске 2 градуса тепла. Северный ветер до 3 метров в секунду. Муравленко 3 октября плюс 2. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.